Привет! Там снимается? Сейчас я камеру поставлю опять. Она у меня... Извините, пожалуйста. Здравствуйте! Итак, и как я вам обещала, я почитаю свои старые дневники. Вот такая вот... У меня страдочка первая была. Здесь был замочек, но я его вытащила на другой дневник, который мне там где-то в Москве видно на ней. Вот здесь уже написано «Мой бредо с сердечком». Центральный дневник для личной записи и всякого бреда. Учинница 5-го А-класса, средней школы номер 2, Захаровница 7, часть первая. За прочтение одной страницы посторонним, тысячу рублей, это даже ценник-то клеен. Так. 17 мая. Воскресенье. Привет! Меня зовут Настя Захарова. Мне тоже 11. А, мне 11. Теперь я буду... Блин, что за фигня? А-а-а! Все, поняла. Я нарисовала такую вот девочку, и типа я с ней буду общаться, типа я буду ей писать, там, на это все будет, типа, читать. Итак, я ее назвала Марго, ей 11. Здесь 2015 написано. Исправить потом надо. Так, вот, 17 мая, воскресенье. Привет, Марго! Меня зовут Настя Захарова. Мне тоже 11, как и тебе. Теперь я буду с тобой каждый день общаться. И ты будешь моей тайной сестренкой. И я тебе смогу доверить все. Жесть! Я люблю одного мальчика. Так, скажу просто его, там, буквы... Нет, и как мы его с подружкой называем? Кабанэ. Мы его называем Кабанэ. Хотя вообще, если его имени и фамилия не считается, я потом вам личку напишу. Че? Так, кто? А он когда-то любил меня. Но после ссоры не из-за чего он потерял ко мне чувства. А ведь все из-за меня. Я так об этом жалею. Он на самом деле... В... Ааа, это я только в пятый класс приходила. Аж я прихожу в шестой. Я на самом деле в четвертом А, а он в четвертом Б. Я с ним помирилась, но чувства уже не те, которые были раньше. Он здесь до первого июня, а потом и едет. Знаешь, как мне плохо? Я с ним шесть раз ссорилась и мириться. Первым ко мне он подходил всего один раз. Один из шести. Сколько раз слез из-за этого придурка пролили, не я. Он из-за одних, это очень мягко сказано. Скорее бы он уже уехал. Вообще! Меньше будет проблем. Все, хватит с ним, поговорим обо мне. Моя сестра. Ты. Настя Полетаева. Это моя самая лучшая подруга и сестренка. Аришка. Ну, лучшие подруги. Снежка Ларина, Люда Солдаткина, Лера Шишкина. Мне скучно. Я тебе сейчас нарисую твою комнату. Ну, здесь пришли рисунки бредовые, мне даже их показывают. Прифар Гоша. Сейчас слушаю носим силу. Миха с ней... Блин. Окей. Миха с некитом подрался и заревел. Короче, я пошла в магаз и встретила некита, мой дружбан. И он у меня спросил, где Миха. Я сказала, не знаю. А потом мы его спалили в кустах. Он прятался без знаков препятания, ошибки, жесть. У него лицо красное. Капюшон на лицо натянул. Я с открытым ртом стою в шоке. У меня аж сердце от жалости жалость. Он такой об стену дома спиной специально ударился. Ну, вы меня поняли. И на землю съехал. И прямо на асфальте. Я просто офигела. Я аж чуть не зап... Аж... Аж... Я аж чуть не заплакала от жалости. Реально. Да. Кажа, я тупая была. Он на некита матом орал. Он на него я ору. Да чё случилось? А не... Ничего. А до этого некит мне сказал, что он заревел. Да реально, лицо всё от этого красное. Я даже в магаз бежала со всей силы. А потом, когда вышла, увидела Шамрая с Гераскиным. И они сказали, что Мих у моего подъезда стоит. Но я туда побежала, а его там не было. Фак. Но я поприла домой. Думала о нём. До сих пор думаю. Ну, и лучше так. Этого Мишу не люблю. А теперь... Так, чё? А! Пффф! Девенадцатого мая, вторник. Маргоша! Извини, я давала тебя почитать Лерке. А вчера произошло такое... Короче, выхожу, я вижу... Мишу. Здесь его фамилию написано. Он в метрах шестидесяти от меня стоял. Когда увидел, помогал... А, помахал мне рукой. Помогал, да? Я на... Я на... Я на... Крыльях любви побежала к нему. Ну, побежала причём. Ну, мы с ним разболтались. И он потом мне огромную мороженку купил и колу. Прикинь, это пипец. Потом мы опять пошли в школу и школы. В общем, крутяк. Ну, и до сегодняшнего дня. Я, короче, ему вчера звоню. По полной... Я по полной программе лоханулась. Эээ... Така... Звоню. Ему... Ему... Это... Дали наш разговор. Он... Приф. Я... Привет, как делай? Завтра на фольк идёшь? Он... Не, неохота вставать рано. Я... По ноге, спокойной ночи. Не, я ему сказала, спокойной ночи. У-у-у-у... Зачем я это сделала? Он... Тебе тоже. Спасибо. Я... Спасибо. И пока. У-у-у-у... Блин, не вспоминайте прошлый год. Он... Пока. Я хотела речь в 23.00, но легла в 4.00. Я всё время думала о нём. И неохота... И не хотела спать. А мне же вставать в 7 часов утра. Я пошла на кухню, попила чай в один... В 01.19 опять легла, уже три раза плеер включала, не уснула, пошла опять на кухню, попила воды и стала валерьянку искать, облазила все шкафы на кухне. Потом пошла к себе в комнату, облазила весь свой шкаф, аптечку, ничего не нашла, потом врубила плеер и уснула. Вообще! О-о-о, вот это жесть! Короче, привет, как дела? У меня оттал, завтра пойду с Мишей в школу и предложу ему встречаться. Кажется, бессмысленно это делать за 11 дней до того, как он уедет, но я скажу, что у меня ракоска. Я идиотка. Я, конечно, дебилка тупая, но походу это единственный способ тянуть его на согласие. Я тогда тупая была. Не, мне ни хрена не страшно. Выдавлю из себя слезы, а это я делать имею. О-о-о, ну я хочу пазырить на его рожу. Ну, конечно, если я случайно не засмеюсь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А че, прикольно? Ну, представляю. Вот это рисовало рожи. Вообще. Ну, это сейчас до сих пор мурашки было, что она лежача. Так. Ой, не могу. Думаю, завтра будет тот еще денек. Ну, конечно, миха не такой урод, каким я его нарисовала. Конечно, страшно, но это мое личное дело. У меня уже сейчас мурашки по коже. Брррр. Блин, Наська будет угорать. Мы пойдем через лемешки, там никого не будет. А то наши одноклассники или мои догонят его и уведут. А я останусь ни с чем. 3 июня. Бриф Марго. Сори, что забросила. Короче. Че? Вят, что? Вят, что? Короче, вят, что произошло. Я не предложила встречаться Михе, потому что он на лето уехал. Он не переедет. Дура! Ну, мы с НП решили его подколоть и написали... Это, на самом деле, неправда. Это реально ему написал. Ему с моей страницы ВК километровое сообщение с признаменом ВАВ. Сердечко такое. Это был подкол. Это что бы там было. Я хотела его реакцию позвить. Ой, угар! Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я забыла выйти из своей страницы, и мамка это прочитала. Прикинь, че было потом, что... Потом, что... А-а-а! Я подралась с одной идиоткой нашей Тигричихи. Она реально, она тупая дура. Я ей врезала по морде за то, что она наврала всему классу, что я с Тенькой целовался. Это реально. Вот это вот правда. Эта тварь наврала, я ей за это врезала. И правильно. Она потом еще моей мамке набрала скотобаза. Клебета! И моя мамка ей поверила. Позралась с Лизой Ерёнычевой из-за того, что она... Меня на... Моей мамке надо испарило то, что я была на шестой этажке. Ну и че? Блин, я там была всего два раза. Ой, три. Точняк! Всего. Я под домашним арестом и без гаджетов. Только вчера планшет... Планшет... Планшек... Планшек получила. А мамка еще сказала, что со мной поговорит за переписки. И стороны мои удалила. Но у меня ИС... Их две. ИС написала. ИС две. У меня их две, так что... Так что... А в пятницу я уезжаю в Катошкино. Ура, 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 ура. И мы с Сонькой на ИСу поедем. Там... Там все круто. Так что все круто. А еще я буду на Дим поселке выступать. Я-ху! Я еду к бабушке Тане. А все, понятеньке. Ну, у меня все норм. Блин, мамка только что подходила и говорила. Так ты же Хопцева обзывала. Ну, я только лохом обзывала. Придурка, вы прочевала. Ну, я сказала, что придурка. Так что принесла. И, кстати, НП уехала в Турцию. Везуха, ну, кодек лучше. Людочу и Сонечку увижу. И Алинку, Соньку, Гельку. И буду духов вызывать. Я клянусь себе, что это лето будет самое клевое. О, последняя страница. Круть! А я потом летом везти буду новой. Окей. До приезда в Кадошкино. Охренеть. Это чей номер? Типа всё. Бридус! До при